В сегодняшнем видео мы расскажем о сложных взаимоотношениях между людьми. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, возможно ли перемирие, когда-то братских народов или ненависть уже в крови армян, азербайджанцев и турков. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале, а также подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, ссылка на него будет в описании под этим видео. Когда пришли турки, мы успели убежать в горы. Мне тогда было 6 лет. Помню, что мужчины сражались, кто как мог, у кого-то было оружие. Многих тогда убили, в том числе и моего дядю, а сестра потом умерла от голода. Затем нас забрал французский корабль и начались скитания по миру. Хосрову Франгеляну 105 лет. Слова даются с трудом. В руке у него отцовская трость, а за плечами интереснейшая насыщенная жизнь с множеством счастливых и трагических эпизодов. Он пережил не только геноцид, но и ссылку в Сибирь в 40-х годах. Переезжал из страны в страну и даже научился петь. Не только на армянском, но и на арабском и французском языках. Как вы относитесь к таким высказываниям? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. А какая, на ваш взгляд, причина возобновления боевых действий в Карабахе после многих лет затишья? И почему стороны не способны окончательно решить проблему? Ну, скорее всего, тут не одна причина, а комплекс причин. Ну, первое. Позиции сторон армянской и азербайджанской по вопросу Карабаха, они, начиная, наверное, с 1994 года, они не изменились. И они кардинально противоположны. Каждая из сторон считает эту территорию. Элиты и одной из другой сторон, они завязаны вот на этот процесс. Если кто-то будет баллотироваться, там, депутат или, и тем более, там, президенты со стороны Азербайджана, и откажется от возвращения этих территорий, он, естественно, политический троп. Примерно то же самое и в Армении. То есть, вот здесь конфликт элит принципиального характера. Да и, собственно говоря, и общество вот таким образом расколото по этой проблеме двух респот. Задал мне вопрос. Армяне друзья России? Я сказал, армяне это враги России. Это враги. Что тут не так? А Карабах? Чей? Я, естественно, сказал, что Карабах это территория Азербайджана, потому что до юра Карабах это Азербайджан, и все мировое сообщество считает его Азербайджаном. Но, сказал я, судьбу его будут решать, безусловно, я считаю, что они могут решить Россия, Турция и Иран. Я, естественно, не могу сказать, что прекратить. Ну, сколько можно воевать? В тот день вы не посмотрели по российскому телевидению вступление Гейдара Альевича и Леванатрика Трасси? Я стараюсь не смотреть телевидение и не читать газеты, потому что говорят, что военные, когда читают газеты и смотрят телевидение, занимаются политикой. Из-за этого я не стараюсь заниматься политикой. Но я думаю, что как мы здесь стараемся решить остановить Россия, так и надо решить по всем фронту, не только здесь. Но это вопрос... Если политики тоже думали так, как думают в войне, давно война путешествует. Мы должны здесь решать вопрос. Если каждый на своем месте будет решать вопрос, как мы решали вот в прошлом году, и вот сейчас как хотим решать, это, наверное, пойдет по всему фронту и по всему границу. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.